с будем оставать как вот так вот в эту сторону вот я кое-как оторвал одну сторону так засовываем отвертки лучше палки над засовывать рейками доставали почему плохо отходит все банально просто потому что намазана то кремом на томат специально составом ну отваливается ведь и пластика сейчас буду вторую сторону обой доставать но самое плохо неудобно это вот эти вот замки доставать вот эти замки вот здесь вот тут так как лодочка как бы да с этой стороны покруче маленько здесь будет тяжело достать но надо все равно доставать аккуратно напильником торцы сейчас обработать круглым чтобы проявилась но тут то и не видно пока ты напильником не сделаешь чтобы видно было два слоя стал я ее час я примерно доставал да под поцарапал конечно это такие она и было скажем тут тут прихват был здесь она по углу держала замок получился еле вытащил я в этом месте здесь вот тоже от скотча видите хорошо отслоилась поэтому лучше там где есть возможность больше скотча наклеивать и чтобы она скользкая было скотча все отлично четко он даже вот ведь отпечаток от скотча лапки гладки в принципе деталь не пострадала как она была до сейчас она такая стала тут учат да вот вот тут царапины получились но потому что отверткой вытаскивалась все это не нифига не так просто загонялся такой ножик вот сюда вот и линейка такими линейками раньше тоже пользовались длинные знаете такие метровые есть школьные широкие железные тонкие вот и ими раньше мы доставали иногда портили детали с которых снимать матрицы зачастую заезжала машина на ремонт и хозяин не знал что мы с ней с нее снимаем матрицы всего деталей ну то есть тайком это все делалось и шеф зачастую ну было что повреждали немножко завод ну его автомобиль ну потом все это залепляли и принципе не видно было но мы знали что смола эпоксидная когда по ней ударяешь она трескать трещина дает если ты не знаешь ты их не видишь и были трещины то что когда не вытаскивается из матрицы до киянкой резиновая бьешь по сторонам чтобы она прямо она отстреливает палки вот так засовывались под низ держали напряжение и бьешь киянка и она отстреливает потому что паста это натирочно она все равно и со смолой контактировала когда подогрев происходит и из-за этого получалось что были прихваты либо где-то когда делали матрицу наебались вот получилось вот так вот все вот эта формочка все здесь вот видите здесь висела вот видите висела ткань она была здесь не приглажена вот здесь нормально одно место здесь она висела поэтому тут вот сейчас такой скол и здесь также вот она тут вот висела тут прилегала то есть надо обязательно проглаживать хорошо вот эти вот чтобы ткань сюда встала для этого и делается первый слой толстый жирный густой чтобы он убрал вот эти все ступени понимаете вот видите смола здесь осталось она к ткани то не пристала потому что ну ткань висела сейчас это все уберется это все равно красить буду в любом случае как и ту это не особо сейчас и будет все нормально я все равно и красить же буду они же люди одного цвета не этот эту пластмасску в любом случае красить главное то что я снял с нее форму и теперь я могу спокойно сейчас эту матрицу подремонтирую вот здесь ее под подорвало потому что тонкий слой был тут вот тонкий слой был ее подорвало вот здесь толстый слой ничего с ней случилось сейчас ее надо немножко усилий здесь подлечить шпаклинуть и можно сделать изделие точно такое же из этой формочки ну вот на 1 2 3 раза эту форму можно использовать если ее не усилить но так если усилить пока то можно такие штуки производить промышленных масштабах скажем так замучился вынимать честно говоря очень замучился блин фировая так плохо вынулась не тем чем надо намазано конечно я тогда мазал каким-то кремом другим ну там для детей что ли он может жирности больше мы слова была другая применялась от смолы тоже много зависит смола тоже есть быстро сохнущая из долго сохнущая химия разное количество разные нее формула видать бывает что она может разъедать поэтому это конечно индивидуально надо короче знать чем мазать все это дело чтобы не было таких проблем принципе она это целая с ней нихрена не случилось нигде не доломал не поломал ну хотя тяну двумя руками вот так вот вырывал просто оттуда думал что может сломаться но прокатило ничего ничего не сломалась вот скотч видите отваливается вот скотчу она не клеится это смола понятно да и ткань вот почему-то просматривается потому что первый слой он тонкий был сделан то есть ткань видно поэтому первый слой лучше несколько раз наносить чтобы набрать толщину первого слоя чтобы вот эту вот структуру не было видно да он даже отпечатки от ткани видите это 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 не царапин это ткань отпечатки вот тут я до поцарапал нож вот это загонял он рифлено все равно и вот он поставлял следы но это это шлифанется и будет все окей чем он даже растворителем протрешь и все будет зачет точно ничего я не сломал ничего не поломал можно было конечно когда вытаскиваешь расколоть этот пластик это да реально могло быть